Например, у женщины воля в три раза слабее, а способность чувствовать в три раза сильнее. Способность чувствовать истину в три раза сильнее, а воля достижения победы в три раза слабее. У женщины в несколько раз больше получают счастье от личных отношений, а мужчина от социальных отношений. Понимаете, то есть отличается их психика. Если женщина воспринимает любовь, как любовь, направленную на себя, то есть для нее любовь, это то, что направлено на нее, то, что соприкасается с ней. Для мужчины это любовь, это то, что он получает от кого-то. Это разные вещи. То есть мужчина любит женщину, а женщина любит, как ее любит кто-то. Понимаете, да? Чувствуете разницу? Мужчина наслаждается женщиной, а женщина наслаждается тем, что ей наслаждается. Согласны со мной? Поэтому для нее важно, чтобы на нее обращали внимание. Если на нее не обращают внимание, она чувствует счастье. Должны на нее обращать внимание. Но мужчине не важно, обращать на него внимание или нет. Главное, чтобы он любил сам. Важно, чтобы он любит. Если он не любит, то он не будет, как бы, иметь отношение к женщине. Женщина чувствует понимание, когда она это дает основания, чтобы не любить уже. Если внимание он обращает. Если нет внимания, то ничего не возникает. Мужчина воспринимает женщину, как объект наслаждения. Ему важно, чтобы она вызывала у него чувство счастья, как объект наслаждения. А женщина воспринимает мужчину, не как объект наслаждения, а как то, что направлено на меня. Или не направлено на меня. Поэтому женщина пытается быть привлекательной, чтобы на нее обращать внимание. А мужчина, наверное, потом не сильно этим привлечет. Ну, представьте, если мужчина пытается быть привлекательной. То есть он как-то привлекается к нему. Это смешно, кому-нибудь скажет. Неприятно. То есть, видите, есть разница между мужчиной и женщиной. Это разница зафиксирована в том, как строение человека. И прежде чем говорить о стрессе, мы будем говорить сначала о том, как строение человека. Потому что если мы не поймем эту тему, мы не поймем даже, где стресс находится и что с ним делать. Итак, в том, как строение человека, остов в психике человека — это энергия ума. Видите, даже есть слово «ум», но мы не знаем, что это такое. На санскритке слово «ум» примерно так же звучит. Манас. Ум. Манас. Ну, то есть, ум — это остров психический человек. Ум контролирует здоровье всех органов и систем. Как вы думаете, как ум питает органы? Какой энергии? Электрический. Электрический. Или какой? Или волновой. Электрический. Понимаешь, я помню? Не питает энергии счастья. Есть сила счастья. Или несчастье. То есть, если человек несчастен, то значит, у него организм не получает должной силы для здоровья. И несчастье приводит к болезнему. Потому что органы все питаются на это счастье, удовлетворение, удовлетворенность в жизни. Неудовлетворенность приводит к нарушению работы организма. Поэтому человек всегда может стремиться к счастью. Так? И ум требует счастья от жизни у нас. Жизнь означает соприкосновение с этим миром. Мы не можем жить в замокном пространстве. Нам нужно соприкасаться с миром. Так? Как прекрасен этот мир, посмотри. Как прекрасен этот мир. Ну, то есть, нам надо посмотреть сначала, чтобы понять, что он прекрасен, и порадоваться. И у нас есть пять чувств, которые дают возможность получать счастье или не получать его. То есть, получать соргание. Мы об этих чувствах поговорим чуть попозже. Следующий компонент психический, который важен в нашей жизни, он меняет нашу жизнь. Это разум. Или на санскрит называется будх. Разумный человек. На санскрите говорят будхи-ман. То есть, разумный человек, имеющий сильный разум. Разум является структурой психической, которая помогает ему наполниться счастьем. Разум может брать счастье из пространства. Разум соткан из знаний о том, как жить. Поэтому человек не может не интересоваться о том, как жить. Без этого невозможно жить. Он все равно чем-то интересуется. Легко интересуется тем, где находится счастье. Например, если человек любит пиво, он будет знать, как работают все пивные горды. Расписание будет знаний, потому что источник счастья находится там. И знаний цельно также будет. Это знания тоже. Знания приведут его к счастью. Он добивает, ему хорошо становится. То есть, это знание принадлежит разуму. Его разум направлен на то, работают пивные или нет. Он изучает. И цель его жизни — достичь пивной. Цель жизни также находится в разуме. То есть, также в разуме находится вера. Вера — это понимание, что там находится счастье. То есть, если пиво приносит мне наслаждение, счастье, то это значит, что я в него верю. То есть, если человек знает точно, что это принесет ему счастье, то это называется верой. Кто-то верит в пиво, кто-то верит в Рио-де-Жанейро, что там надо поедать туда, когда-нибудь отдохнуть. Человек живет верой в жизнь. Даже просто, когда он думает об объекте своего счастья, он уже счастлив. Это называется мечта. Мечта — это функция ума уже. Ум мечтает. А разум принимает решение. Все, поеду в Рио-де-Жанейро. Я больше не могу откладывать этот момент. Я устал уже. То есть, разум имеет способность узнавать. Он может сомневаться, не верить в объект счастья или верить в него. У него есть сомнения. У разума есть воля. Человек может заставить себя что-то делать для того, чтобы стать счастливым. Но для того, чтобы воля включилась, разум должен точно знать, что это так. Если он точно не знает, что это так, то тогда он не заставит. Например, если человек точно знает, что раньше вставать лучше, чем позже, когда он заставляет себя вставать, а потом уже чувствует счастье от этого. Когда человек от чего-то чувствует счастье, то уже заставляет себя не надо. Потому что счастье само уже приковывает дум. Ум интересуется счастьем. Но если человек еще не получил счастья от чего-то, он это получает с помощью знания. Например, кто из вас первый раз пришел на нюанс? Вот вы пришли первый раз на лекцию. Вы не просто так пришли. Кто-то вам сказал, что-то от этой лекции. Или вы прочитали что-то важное, ценное для себя. Или вы в стрессе находитесь, и просто чисто из-за того, что тема вам подходит, вы пришли на лекцию. Так? Ну как, все равно же вы были мотивированы. Или вы просто шли за хлебом, и неожиданно увидели, что все куда-то идут. Мы пошли куда же. Не так же, как бы, бромановское движение. Если человек как в голове бегает, то в одну сторону, то в другую. Невозможно понять, о нем куда бегут. Туда-сюда, туда-сюда. Человек обычно имеет какой-то мотив. То есть он мотивируется чем-то для того, чтобы пойти. Этот мотив дает счастье, ощущение счастья. Это деятельность разума уже. Человек выставляется. Ну, надо с этим посмотреть, что он там скажет вообще. Деятельность разума, это означает. Так разум нас куда-то направляет. На каждый человек есть свои цели в жизни. Причем цели бывают разные. Бывают высшие цели жизни, очень значимые. То есть настолько значимые, что невозможно жить из этих целей. Например, ребенок становится такой значимой целью, что без него практически невозможно жить. Очень опасность большая, если его не будет в жизни. Человек страх и стык будет жуткий, если его ребенок не будет существовать. Такие цели, которые влияют на целую жизнь, называются жизненно важными целями. И эти цели, когда возможность иметь такую цель у человека разрушается, надолго или навсегда, то тогда наступает стресс. Что такое стресс? Это когда человек теряет в своей жизни иноминии. То есть источник постоянного счастья перестает течь в его судьбу, его жизнь. И человек в результате чувствует сильную нибаку счастья, которое вызывает напряжение, беспокойство у человека. У него нарушается сон, нарушается аппетит. То есть он в целом входит в состояние ступора. То есть он не понимает, как дальше жить, что делать. Это состояние может длиться несколько лет. Настолько может сильно оно подействовать. В целом бывают экстрессовые реакции, когда человек получил вот эту вот дозу такого испуга в жизни, потерю цели. Но это не бумажезной важной целью, просто небольшая какая-то цель была. И он просто понедлечил недельки две-три и успокоился. Это означает, что у него силы разума хватило, чтобы победить беспокойство. Но бывают такие цели в жизни, когда человек к чему-то в жизни стремится и стремится настолько сильно, что он очень много счастья от этого получает, то в этом случае ничто не может остановить развитие стресса, кроме внутренней жизни. То есть внутренняя жизнь это означает постоянная деятельность разума, к которой человек привык, это он заставляет себе. Внутренней жизни относится настрой, молитвы, медитация, то есть деятельность, которая спасает человека в критических ситуациях, когда уже ничего не может помочь. С помощью этого настроя человек подпитывается каким-то счастьем и выживали в состоянии стресса. Потому что стресс заставляет человека быть истощенным, не дает возможности ему быть счастливым. Человек в стрессе погибает психически, то есть ему очень трудно жить. Кто вот такой сейчас чувствует ощущение, не поменит? Вот это такая дельция для вас будет очень ценной сейчас. И так бывают разные цели. Бывают жизненно важные цели, бывают важные, бывают временные цели. И в зависимости от того, какие цели в нашей жизни есть, настолько они могут жизнь и разрушать. Но если человек сам поставил себе какую-то цель, и она является смыслом всей его жизни, тогда эту цель называют высшей целью жизни. Обычно жизненно важные цели возникают из жизни. Они ставятся сами. Допустим, как ребенок родился, он стал жизненно важными целями. Человек поступил в институт, учение, учеба становится жизненно важными целями. Человек любился, создал семью, жена становится жизненно важными целями. Пока объекта нет, нет и жизненно важных целей. Но высшая цель в жизни, она ставится человеком в результате его идеологии или в его понимании смысла жизни. Понимаете? Если жизненно важная цель становится смыслом жизни, просто потому, что так получилось, то это вызывает стресс всегда. Просто у нас ребенок родился, мы его любим, и поэтому он высшая цель в нашей жизни. Стресс гарантина. Но об этом поговорим чуть позже. Высшая цель жизни не должна быть связана полностью в соответствии с жизненно важными целями. Потому, что в нашей жизни все, что мы получаем, мы также и теряем. В том числе и самая жизнь. Понимаете? Здесь вечного ничего не бывает. И стресс возникает из-за того, что мы временное за вечное принимание. Ну ладно, это я вам уже все сказал, самое сложное. И поэтому эта фраза, она такая, больше вызывает недоумение, чем понимание. Неопрощательное понимание. Мы с вами будем двигаться потихоньку вперед, не забегая слишком уж глубоко. Итак, каждого человека есть жизнь на нить. То есть его жизнь течет в определенном направлении. Сама жизнь на нить диктуется жизнью самому. И это объясняет, что есть энергия времени. То есть время это сила, которая полкает жизнь вперед. вы все знаете, что время течет, жизнь течет вместе с ним. Да, сначала мы маленькие, потом мы растем, потом становимся взрослыми, стареем, и потом оставляем тело, уходим из тела. Некоторые думают, что на это все заканчивается. Но это не подзумение, потому что психическое тело не умирает. Если человек может видеть психическое тело, он также может видеть, что оно не умирает. Я мог не только видеть психическое тело, но также его диагностировал. Я видел несколько раз момент смерти у моих знакомых и чужих людей. Я видел выход тонкого тела психического из другого. И моя возможность диагностировать не поменялась в этом смысле. Многие люди, потеряв близкого человека, как они говорят, саму стол потеряв и указывают на отсутствие контакта, отсутствие знаний. Потому что тонкие отношения между людьми не кончаются после ухода из другого тела человека. А так как они думают, что они кончаются, поэтому возникает стресс. Человек чувствует другого человека и поэтому он страдает. Он чувствует его внутри, а снаружи его уже нет. То есть тело уже покинуло тонкое тело вместе с душой. Душа это основа существования человека. Но если душа находится в области сердца, в центре груди. В центре груди, точнее, не в области сердца. Не в сердце душа находится, а в области груди. Центр. душа это искорка такая полная, которая никогда не умирает. Это очень трудно понять в целом. Но теоретически можно. Тонкое тело это то, что питается от этой искорки, от души энергии. Это энергия. Есть три типа энергии, которые существуют в тонком теле. и все эти три типа энергии связаны с тремя типами разума, которые у нас есть в организме. И все эти три типа энергии это те вещи, без которых мы не можем жить вообще ни секунды. Первый тип энергии это энергия любви. Человек не может жить без любви ни секунды. Жить без любви, без любви не мог ухудить. Час без любви, без любви, гопачий час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим, и даже если не любят нас. Так центр любви находится в области сердца. Вот здесь. Где любовь возникает? Современные философы говорят, что любовь возникает половых органов. И считают, что центр любви это половые органы. Это и философия такая. Они считают, что если секс не получается нет любви, получается есть любовь. Это их философия, она на этом основана. Но любовь возникает в ритуал орган, она возникает вот здесь в сердце. сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо в свете жить, сердце, как хорошо, что ты такой, спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Да? Кто не согласен с этим? Кто считает, что спасибо половой орган, чтобы меня так и было. Изучаем тонкие знания, тонкие вещи, трудно проверить, можно только принять или непринятие. Итак, движемся вперед. Здесь находится также центр разума, который отвечает за энергию любви. Разум это то, что движет человека в жизнь, направляет человека в жизнь. И человек, когда этот разум увлечен, центр разум увлечен чем-то, он движется, стремится к этому объекту. Он не может жить без него. Моя любовь наверно в этаже почти не передел луком. Моя любовь наверно спит уже спокойно с нами. То есть он не может жить без этого объекта. любит, чувствует счастье. когда он спит, он тоже думает об это. Даже разум не не может оборвать. Потому что объект приносит счастье постоянное. Объект приносит постоянное счастье. А без счастья невозможно жить. И когда оно пошло уже не хочешь останавливаться. Это нужно каждый день, каждый час, каждую секунду. дальше следующий центр разума, который наполняется от души энергией. Следующая энергия, без которой мы не можем жить, это энергия знания. И она находится в области лба. Вот здесь эти знания. Чем мы думаем? И нижними центрами же, психически. А головой мы думаем. что сказать, что сказать, устроены так люди желают узнать, что будет. Когда человек в стрессе находится, как вы думаете, почему он ночью не спит? В чем причина? Кто в стрессе из вас находится? Кто из вас не спит по ночам и плохо засыпает? есть такие? Вот вы о чем вы делаете? А? Думаете о чем? А? Нет, есть цена вашего мышления. Вы хотите знать, что делать. Правильно? А если вы поняли, что делать, то сразу засыпает. Вы же не будете больше думать. Главное понятно. Если нет понимания, невозможно жить. Человек должен начать делать, иначе он не может жить. Он с ума сходит. И потом приходит ко всем советчикам, психологам, консультантам. Цель его понять, что делать, как сделать так, чтобы все было хорошо, как дальше жить. Он хочет с нами, без знания невозможно жить. и третий центр расума находится в области паха. Думаете, что это центр секса? Нет, это центр страха и бесстрашия. В области паха находится связь с вечностью человека. в области живота. Когда человек пугается, то напугается паховой зоной. Он тут сводит. Там же находится кишечник, поэтому есть окопная болезнь. Такое понятие. Когда человек пугается, то пишечник напрягается и происходят выхлопы газового агентара и другие. Называется окопная болезнь. То есть это тоже центр разума. Он связан с самым желанием человека. Желанием жить. Человек хочет жить. Нет людей, которые не хотят жить. Интересно, что провели исследования тех людей, которые выжили, пытаясь покончить жизнь самоубийством. Когда они кончали покончить жизнь самоубийством, они были не в себе. Но когда этот процесс осуществлялся, они сильно пугались и жалели о том, что они это делают. Особенно те, которые падают куда-то, падают и решают спокойно жить с убийством и прыгнули. Пока тело передумал. Так было у всех людей. То есть это желание жить, она очень является основным. То есть мы хотим жить. Мы не можем избавиться от этого желания. Итак, есть три центра разума, три энергии души, энергии счастья, энергии знания, энергии вечности. Три силы, которые движут на нашу жизнь. Мы хотим жить, мы хотим любви и мы хотим знать. Вот эти три силы, которые вызывают стресс. Например, начинается война, вот сейчас в Донецке люди находятся в стрессе постоянно. Когда мне рассказывали знакомые, что у меня один знакомый занимается беженцами и со стола упала ручка. Просто со стола упала ручка. И эти люди они дёрнулись, пытались спрятаться куда-то. Понимаете, это называется стрессовое состояние. Но вызвано страхом смерти. Когда человек не может жить спокойно, может прилететь в любой момент, он испытывает стресс. То есть он не может нормально жить, потому что этот парк, этот центр, там разум перекрыт от энергии страха. Понимаете, там есть разум, он даёт устойчивость человеку, бесспрашивая. Но если человек живёт в страхе, он не может быть нормально. Он начинает испытывать стресс. Точно так же, когда человек теряет любовь, у него когда сердце болит, он говорит, у меня что-то вот здесь вот, вот здесь вот, у меня плохо. Значит, он теряет объект любви. А иногда человек говорит, я что-то ничего не соображаю вообще, что-то как-то плохо, ничего не могу понять, что делать. Это вот здесь. Поняли, да, чему-нибудь кажется, что это происходит. Движемся вперед. Эти центры разума у людей работают по-разному. В целом есть половые отличия. Например, центр любви, вот этот центр связан с любовью, у женщин имеет более сильную природу, чем у мужчин. И фактически в этом центре у мужчины дырка. Ну, то есть он очень чувствителен к энергии любви мужчинам. А женщина, она обладательница энергии любви и она этим центром активно действует с жизнью, центром связанного с любовью. И поэтому эмоции, женские эмоции это тоже энергия любви. Они сильно сердце ранят у мужчин. Энергия любви. Или разгражают, если эмоция отрицательная. Та же самая энергия эмоций, которая вызывает счастье у мужчины, может вызвать страдания, потому что у мужчины здесь защиты мало. Незащищенная зона. Понятно? У женщины незащищенная зона и слабый центр связаны такие знания. Вот здесь у пловницы. А у мужчин, наоборот, очень сильный. И когда муж начинает демагогию читать, я тебе объясню, как правильно будет. То есть жена чувствует, что вообще не понимает, что он хочет от меня. То есть не умножил, он с вами блокирует ей зону. Она вообще не может даже понять, что он хочет, не то, что принять его идею или нет. То есть становится невыносимо находиться рядом. Она говорит, представь меня своей демагогией. Меня замучивает. Также женщина, когда говорит мужу, пойдем поговори эмоционально. Вот. Он говорит, давай завтра. Ему тяжело, он не может переносить. То есть мужчине тяжело переносить эмоции, хотя женщина своей подручки смотрит. Я ему сказал, просто сказал, уж пойдем поговори. по-моему фразу завтра, завтра вообще непонятно чего он хочет. А потом он говорит, да, да, он сказал тоже эмоционально, и у них нет проблем, они так же общаются. И мужчина тоже, но мужчина эмоционально не общается. Он говорит, алло, как вела дома? Да, мама, мама, ты, молодец, ты, они общаются спокойно, эмоционально. А женщина очень эмоционально, и каждое восприятие нет. Мужчина другому мужчине чешет и макой он говорит, ну ты, не нафиг, я тебе сейчас объясню. Я же сказал, он так начал говорить, и кто-то все. Да, 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 правильно, молодец. То есть, они друг по представке не получат насчет женщины объяснять. Слушай, такой патроникзавр. Они можно послушать, это всю философию, и у них голова начинает решать. Согласны женщине? Не согласны? Вам нравится вот девушка на плитинге же. Вам нравится демогой пить слушать? А? Ну, скажите мне. Это как вы покивали кого? Да, вот она такая. Микрофончик есть, сейчас мы с ней поговорим. Вот, скажи. как происходит? Да? Как происходит? Ну, так. Ну, я обычно слушаю, мне важно не слушать человека, даже если не могу мнение. Нет, это понятное, что вы слушаете, но если он на вас дарит свою логику суждения? То значит, я начну говорить вели, а потом вихвай вели, смотрю, и все так. тяжело, да? Но эмоциональная сон, говорит эмоциональная сон. Ой, тяжело или нет? Уже нет. Нормально, Эмоционально нормально, а когда логически тяжело. Об этом я именно сказал. Мы сами помним это. В другом не может быть, потому что есть в районе тонкого тела женщины, есть мужчины, они отвечают друг от друга. В целом из три энергии есть энергия любви, энергия знания, энергия вечности. И если человек хочет любви, он хочет любви, взаимности, гармонии, это все энергия любви. Гармония это тоже энергия любви. Он хочет гармонии в жизни, взаимности, любви, отношений близких. То человек рождается в женщине. И уже с самого рождения душа вместе с тонким телом попадает в сперматозоль, потом в яйцеклетку. И с самого начала сперматозоль уже наполнен энергией, которая дает рождение женскому телу. Потому что душа хочет любви, поэтому она рождается в женском теле. Это не случайная комбинация, это является закономерностью. Причем интересно знать, что определенные настрои женщины и мужчины в их половых отношений также определяют пол ребенка. Например, если преобладает в отношении энергия воли мужчины, мужчина такой ворьбой процесс половых отношений, мужчина набирает свои воли и силы, то рождается чаще всего мальчик. А если наоборот энергия наслаждения преподает женской энергии, энергия счастья в отношении преподает наслаждения, то тогда рождаются девушки. Видите, интересны многие вещи, которые надо изучать, смотрим. Также веды объясняют, что есть дни недели, есть мужские дни недели, вторник, четверг, суббота, и женские. В понедельник, святая, пятница. Если зачатие происходят мужские дни, то склонность к мальчику. Если женский, то девочка. Есть женская погода, это облачная погода, тучки. А есть мужская погода, солнечная. Если зачатие происходят в солнечную погоду, то больше склонность к мужскому характеру. Если в облачную, то к женскому. Видите, сколько факторов, когда они все вместе соединяются, получается, что душа вместе с тонким телом привлекается и рождается у человека не зря именно так. Есть две фаланки на левой руке. Есть большой палец, он имеет женскую природу. И если у вас есть тонкое восприятие, вы чувствуете, что у вас горячий большой палец, а вот безмянный палец, последняя фаланка холодная такая, нечувственная, нечувствительная, то у вас родится девочка. Вот здесь если большой палец активен, девочка, склонность к девушку рождения. А если безмянный, активен, склонность к тому, что родится мальчик. Я бы сейчас много уже не сказал, но уже кажется, что это все сказки, да? Но тем не менее это тонкое знание, оно сложно понимаемо, но оно вот такое. Если человек стремится к растяжениям, он хочет разобраться, постигнуть чего-то в жизни, добиться чего-то своего. Он хочет победить судьбу, тогда он рождается мужчиной. И энергия знания сильнее действует в теле, чем энергия любви. В целом, есть две половинки у человека в теле. Правая и левая, все знают, два повышения мозга там и так далее. Знаете, что правая половинка, она связана с энергией знания и имеет мужскую природу. Правая часть тела имеет мужскую природу, хоть женщина, хоть мужчина. А левая часть тела имеет женскую природу, тоже обоих. И, например, личная жизнь у человека отражается в левом глазу, а деловая – в правом. Так, например, если у человека больше, по размерам, активнее, сильнее правый глаз, то значит, он сильен в деловых отношениях. А если левый глаз более активный, значит, личная жизнь. Также можно определить стресс. Если у человека, как стеклянный, выглядит такой холодный, как стеклянный, такой страх какой-то из глаза справа, то он получил стресс на почве общественной жизни, работы там и когда-либо, или жизни в какой-то стране. Но если левый глаз имеет признаки страдания, то есть застывшее такое состояние, тяжелое, то значит, человек получил стресс на почве личных отношений, личной жизни. Вы должны знать, что в психическом теле или в уме, в тоннельных толках тела и в умах, находятся три основных канала психических. Самый центральный канал или телево жизни называется сушунок. Он идет прямо до этого звоночника. И этот канал, там находится жизненная сила человека, который, как говорят в Кащееве смертному, у него жизнь находится в игле, да? У человека жизнь находится в сушунке, вот в этом канале психическом. Жизнь энергии и права жизни, жизненная сила находится там. И есть два канала психических. Они идут в той ганги, в той позвоночнике. Один канал с правой стороны называется бинга-ланади. Он имеет несколькую природу. И он питается от энергии дня. Он активен днем. Он питается от энергии солнца. День создается же солнцем, да? Солнечный свет создает день. А настроение ночи, ночное настроение создает луна. Поэтому есть еще женский канал, который с левой стороны называется ида-надий. Надя означает канал. Ида означает женский. То есть есть ида-надий, есть ингал-надий. У мужчин ингал-надий, или мужской канал, психически работает в три раза сильнее, чем у женщин. То есть энергия боли, здесь находится энергия боли, способность достигать, смелость, рассудительность, способность, стойкость психическая, целенаправленность, одонаправленность мышления и взгляда. Это все мужские качества. С левой стороны находится женская энергия. Она, то есть энергия любви, или энергия, или чувственная энергия у женщины в три раза сильнее, чем у мужчин. И эта энергия отвечает за личные отношения. Поэтому женщина, она очень быстро строит личные отношения, ей очень трудно строить деловые отношения. Она тоже строит, но это не естественные отношения. Она как устает. Поэтому даже на работе часто женщины хотят личные отношения к расстройке, но это не место для личных отношений, поэтому там у них возникают трудности в отношениях часто, на работе к женщине. Потому что они построили с кем-то личные отношения, потом начинаются деловые отношения, и они обижаются друг на друга. Как ты могла мне приказывать? Женщина имеет способность любить естественное качество характера. Качество характера – это то, что возникает в разуме и в уме одновременно. Разум создан из характера, характер живет в разуме человека, он создан из его взглядов на жизнь. А ум отражается, то есть ум наполняется этой силой. Силой характера наполняется ум. Женский характер имеет природные черты свои. Это доброта, сострадание, чудикость, запотливость, желание служить, деятельность. Это женский характер. Мужские черты характера – это твердость, решимость, правдость, целеустремленность, рассудительность и так далее. То есть в зависимости от того, какая энергия преобладает в психике, такие черты характера вируются. Если, допустим, человек в мужском теле живет, но у него преобладают женские черты характера, то это вызывает недоумение у людей. Например, если человек поет женским голосом, это недоумение вызывает. Или он, допустим, такой мягко характерный мужчина. Ему жена говорит, ну мы с тобой идем в кино и вообще или нет. Он говорит, ну я не знаю, может быть пойдем. То эту женщину вызывает семья острожением. Она не может так жить вообще. Потому что, ну, женщина вышла замуж для того, чтобы кто-то принимал решение. И очень трудно со мной принимать решение, потому что ей легко чувствовать атмосферу. Понимать, что происходит, чувствовать и объяснять ее мужу. Чтобы он понял и принял это решение, которое она почувствовала. Вот, а если она почувствовала атмосферу, и мужу говорит об этом, и он говорит, я тоже чувствую. Решение не понимает, я же чувствую, естественно. Она говорит, мне не надо, что ты чувствовал. Надо скажи, что ты делаешь. Он говорит, ну я не знаю. Она не может с ним жить уже. Потому что не хватает мужской энергии. Так, женщине или нет? Или жена, когда, допустим, если она говорит, что она чувствует, она говорит, что делать. Женщина. Она начинает командовать мужем. Говорит, стоять. Это нельзя делать. Да можно, все. Я сказал. Он не то, с кем я связался. Он не может жить с какой-то женщиной. Она не имеет ее характер, не работает по-но-женски. Смотрите, если женщина в своей жизни больше склонна к тому, чтобы развиваться как личность, добиваться чего-то, получать образование, получать специальности разные, то ее психика переходит в мужскую часть. В результате у нее холодный характер становится, остывает характер. У нее нарушаются гормональные функции, потому что с энергией любви у женщины связаны гормональные функции. У нее начинаются трудности зачатия какие-то, у нее трудности вообще с тем, чтобы создать семью появляются, и она теряет себя в жизни. Если мужчина, наоборот, ни к чему не стремится больше дома сидит, ему хорошо нравится готовить, но работать не нравится. И он вообще не хочет только любовью заниматься, он не хочет поддеваться, ничего в жизни. Такой мужчина становится очень женственным и вызывает беспокойство в обществе, особенно в семье. Женщина говорит, ну ты работать пойдешь или нет? Сколько можно? Обычно как люди соединяются с такими характерами? Женщина обычно имеет мужской характер, она зарабатывает много денег, а мужчина в ней не может уйти себя в личности.